Субтитры предоставил DimaTorzok По данным отраслевой консалтинговой компании Юкс Консалтинг, концентрат закиси-окиси урана на неделе стоил 38 долларов 85 центов за фунт. Годом ранее этот показатель был 32,5 доллара за фунт. С начала 2015-го цены демонстрировали положительную динамику, однако в конце марта рост замедлился, а в этом месяце уран начал дешеветь. Напомню, весь прошлый год урановый рынок оставался вялым. Австралийское бюро экономики, ресурсов и энергетики БРИ прогнозировало восстановление цен на уран в 2015-м на фоне растущего потребления и увеличения выработки АЭС в Китае. По оценкам БРИ, средняя цена урана в этом году составит 39,5 долларов за фунт против 32 долларов 10 центов за фунт в 2014-м. В текущем году Япония планировала перезагрузить некоторые свои ядерные реакторы, однако по данным The Wall Street Journal, японский суд приостановил запланированную перезагрузку двух ядерных реакторов. Тем временем фондовый рынок Японии достиг максимума за 15 лет. В среду индекс Nikkei 225, в который входит 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции токийской фондовой биржи, вырос на 1,1%, завершив сессию на уровне 20133,90 пункта. Индекс впервые за 15 лет закрылся выше уровня 20 тысяч пунктов. В последний раз Nikkei 225 достигал схожих значений в начале апреля 2000-го. С начала 2015-го Nikkei 225 прибавил более 15% на фоне сохранения сверхмягкого монетарного курса в виде нулевых процентных ставок и продолжения политики печатания денег Банком Японии, а также ожидания увеличения потребительского спроса. Весной этого года ряд крупных японских корпораций впервые с начала 2000-х объявили о повышении уровня зарплат. А в Китае впервые обанкротилась госкомпания. Китайский производитель трансформаторов Баодзин Тянвэй, подразделение China South Industry Group, заявил о собственном дефолте, вызванном неспособностью погасить в срок облигации, сообщает Bloomberg. А Тянвэй стала первой в Китае госкомпании, допустившей дефолт. До этого несостоятельность объявляли только частные фирмы. Причиной банкротства стали значительные убытки, понесенные компанией в 2014-м, около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Последние месяцы фирма сталкивалась с нехваткой капитала и невозможностью рефинансироваться на открытом рынке. Банкротство стало возможно благодаря политике нового премьера страны Ли Китяня, отмечает издание. Правительство фактически дало возможность рынку самому решать, какие компании смогут выжить в сложной ситуации, а какие нет. Германские автопроизводители BMW и Daimler, а также американская интернет-компания Google, стали лидерами мирового рэнкинга компаний с наилучшей репутацией. К такому выводу пришел американский исследовательский центр «Институт репутации». По итогам опроса более 60 тысяч потребителей, проведенного в первом квартале 2015-го. Замыкают пятерку лидеров производитель часов Rolex и производители грушек Lego. В десятку компаний, которым потребители доверяют больше всего, вошли также киностудия Walt Disney, производители электроники Canon, Apple, Sony, а также лидирующие в производстве полупроводников Intel. В рейтинге, опубликованном в 2014 году, в пятерке лидеров были почти те же компании, однако места среди них распределились по-другому. На первом месте оказался Google, а затем Walt Disney, BMW, Rolex и Sony. Производитель игрушек Lego располагался на девятом месте. Институт репутации — частная американская исследовательская и консультационная организация. В работе института участвуют представители 15 стран, среди которых Великобритания, Германия, Франция, Китай и Россия. Методология учитывает такие факторы, как общее положительное отношение к организации, доверие, уважение и инновационность. На этом у меня все. Напомню, что наши выпуски доступны на официальном сайте 24.kz. Читайте и смотрите нас также в социальных сетях. Благодарю за внимание. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok